Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с вами с двумя республиками Азербайджан и Армения. Нам предстоит просмотреть особенности физико-географического положения республик, социально-экономические основы ведения хозяйства, природный и промышленный потенциал, взаимосвязи с республиками и странами мира. Подготовьте таблицу для заполнения. Особенности физико-географические и экономико-географические вы отметите в первом столбике. Во втором столбике вы выделите особенности территории Азербайджана. В третьем столбике – республики Армения. Итак, приступим. Азербайджан – это государство, которое расположено в восточной части Закавказья, в Передней Азии и на Ближнем Востоке, а также частично в Восточной Европе. Это государство, которое граничит с Турцией, имеет границы с Ираном, также сухопутные границы с Россией и Грузией. Общая площадь – 86 600 км2. Это самая крупная республика Закавказья. Протяженность территории Азербайджана с севера на юг около 400 км, а с запада на восток около 500 км. Преобладают преимущественно две формы рельефа – это низменности и высокогорья. То, что касается систем горных хребтов, это в основном относящиеся к системе Большого Кавказа и Малого Кавказа. Средняя возвышенность Азербайджана составляет 657 метров. Самая высокая точка – вершина Базар-Дюзю, самая низкая точка – Прикаспийская низменность. Почвы преимущественно сероземные, в горах бурые, коричневые. В странах выделяют 25 видов и 60 от подвидов почв. С высотой каштановые почвы переходят в светло-каштановые или темно-каштановые. Азербайджан богат полезными ископаемыми. В основном это рудные, нерудные и топливные по происхождению полезные ископаемые. 60% территории республики богаты нефтью и газом. Азербайджанская республика относится к бассейну Каспийского моря, самого крупного в мире бесточного озера. Наиболее крупные реки республики – Кура, Арас, Самур. Озера – Гёйгёль, Маралгёль, Гарагёль, Батабат, Агёль, Сарысу, Мехман, Аджигабул. Имеется крупное водохранилище Мингичаурское и Араксинский водораздел. Территория республики обладает богатой редкой флорой и фауной, находясь на стыке нескольких зоогеографических полюсов. А теперь рассмотрим социально-экономические особенности территории. Итак, административно-территориальное деление Азербайджана. Азербайджан делится на 66 районов, 11 городов республиканского подчинения и одну автономную республику на Хичеванскую. Азербайджан – президентская республика, высший законодательный орган Азербайджана – однопалатное национальное собрание. Азербайджан поддерживает дипломатические отношения со многими странами, участвует во многих мировых и региональных международных организациях. В силу исторических событий, это многонациональная страна, численность которой составила более 10 миллионов человек. Гендерный состав практически равномерен. Плотность населения – около 115 человек на квадратный километр. Официальный язык – азербайджанский. Религия отделена от государства и представлена совокупностью различных религиозных течений и конфессий. Азербайджан – это индустриальная аграрная страна с высокоразвитой промышленностью и многоотрасливым сельским хозяйством. Важнейшее место в хозяйстве Азербайджана занимают нефть и газодобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая, машиностроительная, горнорудная промышленности и цветная металлургия. Разнообразны у отрасли пищевой и легкой промышленности. Официальная валюта – Монат. Азербайджан поставляет в другие страны продукцию химического и топливного промышленности, цветной и черной металлургии. А также легкая промышленность является передовой в развитии экономики. Из других стран в Азербайджан ввозится в основном готовая продукция – станки, различные сельскохозяйственные машины, автомобили, одежда, продовольственные товары. Рост ВВП обеспечивается за счет увеличения добычи и экспорта углеводородного сырья. Сельское хозяйство специализируется в основном на виноградарстве. Главные технические культуры – хлопчатник, табак, чай. Развито раннее овещеводство, субтропическое плодоводство. Структуры сельского хозяйства – 56% растениеводства и более 43% животноводства. Главные отрасли животноводства – это овцеводство, молочно-мясное скотоводство, птицеводство, шелководство. А теперь познакомимся с еще одной республикой Закавказья – это Армения. Армения расположена на севере географического региона Передняя Азия и северо-востоке Армянского Нагорья. С севера и востока территория государства обрамлена хребтами Малого Кавказа. Общая территория составляет 29 743 квадратных километра. Выхода к морю нет. Граничит с Азербайджаном, непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, Нахичеванской автономной республикой, с Ираном, Турцией и Грузией. Рельеф Армении в основном гористый. Свыше 90% территории находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Наивысшая точка гора Арагац – самое низкое ущелье реки Дебет. На юго-западе страны находится межгорная Араратская долина. Высшая точка гора Арарат находится с 1921 года на территории Турции. Почвы сформированы преимущественно на вулканических породах. Почвенный покров Армении отличается большим разнообразием. В то же время большинство почв неплодородны и сложны для хозяйственного освоения. Недра Армении богаты рудными полезными ископаемыми, скоплениями драгоценных, полудрагоценных металлов, поделочных камней. Большинство месторождений представлено комплексными рудами, медно-молибтеновыми или золотополиметаллическими. Особенности географического положения и большие перепады высот обуславливают разнообразие климатических условий. Несмотря на то, что Армения расположена на широте субтропической зоны, субтропический климат наблюдается только в южной части Армении. В остальных районах климат высокогорный, континентальный. Количество осадков связано с высотностью. Наибольшее количество осадков наблюдается в Ларийской области и Сюнихских областях. На территории Армении имеется около 9480 малых и больших рек. Главная река Армении – Аракс с притоком Раздан. В Армении насчитывается свыше 100 озер. Самое большое из них – озеро Севан. Это единственный рыбопромысловый район республики и крупнейший во всем Закавказье источник пресной воды. Несмотря на это, по стране в целом отмечается дефицит водных ресурсов, что отчасти решается путем использования водохранилищ и подземных вод. В Армении есть 74 водохранилища, самое большое из них – Ахурянская. Примерно 96% воды, используемой для питьевых нужд, поступает из подземных источников. Армения – республика больших природных контрастов и необычного ландшафтного разнообразия. Выделяется уникальной флорой и фауной. Территория Армении подразделяется на 10 областей и город Ереван. Унитарное государство – президентская республика с парламентским правлением. Высшим законодательным органом является Национальное собрание. Высшей судебной инстанцией Республики Армения, кроме вопросов конституционного правосудия, является Кассационный суд. Конституционное правосудие в Республике Армения осуществляется Конституционным судом. Независимость судов гарантируется Конституцией и Законами. В установленном Конституции и Законном порядке формируется и действует Совет правосудия. Большое значение для местного самоуправления имеет Совет старейшин Еревана. Армения поддерживает дипломатические отношения со многими странами. С 22 марта 1992 года Республика Армения является членом ООН, а с 25 января 2001 года Совета Европы. В октябре 2014 года Армения вступила в Евразийский экономический союз. Население Армении на 2017 год составило 2 млн 986 тысяч 100 человек. Государственный язык армянский. Почти 95% населения исповедуют христианство. Большинство христиан принадлежит к армянской апостольской церкви. Армения – индустриально-аграрная страна, ведущая отрасль промышленности машиностроения, металлообработка, химическая и нефтехимическая, цветная металлургия, производство стройматериалов. Развита текстильная и пищевая промышленность. Наибольшую долю в стоимости экспортных поставок из Армении составляют чугун, необработная медь, молибден и другие цветные металлы. Карабахский конфликт, разрыв внутрисоюзных экономических связей и закрытие турецко-армянской границы привели к серьезному экономическому спаду в начале 1990-х годов. Многие заводы и фабрики остановились из-за отсутствия сырья и энергоресурсов. Сельское хозяйство вернулось назад к мелкорыночному хозяйству. Но уже в середине 2000-х ежегодный рост экономики Армении в течение нескольких лет превышал 10%. Однако в 2009 году Армения испытала резкий экономический спад. Лишь с 2010 года началось некоторое оживление экономики. Официальная денежная единица – армянский драм. Современная промышленность в Армении была создана еще в советское время и сегодня поддерживает развитие отраслей горно-рудной и обрабатывающей промышленностей, металлургии, приборостроения, химической промышленности, фармацевтики, пищевой промышленности. Производство безалкогольных напитков поставлено на поток и используется как экспортные продукты. Легкая промышленность и энергетика также хорошо развиты. Районов, пригодных для земледелия, мало. В основном используются долины Аракса. Выращиваются хлопок, виноград, миндаль, оливки, зерновые и овощи. Пастбище и сенокосы занимают лишь 28% всей территории. Около 98% валового сельскохозяйственного продукта производится частными хозяйствами и торговыми организациями. Армения – один из самых древних очагов культуры винограда. Виноградники в Армении встречаются на высоте 1400 метров, где отлично плодоносят. Основной армянской пищевой промышленностью является виноделие и производство фруктовых консервов. Ведущие отрасли животноводства страны – это племенное скотоводство и овцеводство. А теперь на основе заполненной вами таблицы вы сможете выполнить итоговое задание. Вам нужно сопоставить полученные данные и сформулировать вывод о перспективах дальнейшего социально-экономического развития Азербайджана и Армении на основе собственных природных ресурсов и при улучшении взаимоотношений между республиками-соседями. При выполнении домашнего задания вы можете использовать презентацию, которая размещена.